Все то же самое, только ладьи в начале стояли под руками. Вот представьте себе, что одна ладья, белая ладья, пусть, например, стоит на поле С2, а черная ладья, например, пусть стоит на поле Д5. Все то же самое. Кто прииграет? С2 это вот это вот поле. Что такое Д5? Это вот это. Так, в начале белая ладья стоит на одном поле, черная на другом. Причем белая не бьет черного. А правила такие же, как только что были. То есть ходят по очереди, нельзя ходить под бой и нельзя использовать ранее использованное поле. Тоже выиграет черный. Выиграет черный. Как? Тоже опять на симметрию. Симметрия? А какая симметрия? Симметрия относительно чего? По диагонали. Да. 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 Какая симметрия? Симметрия не может быть, потому что поля изначально симметричная. Слышите? Как? Да. Да. Не надо делать ничего писать. Например, белая сходит сюда. Это та же симметрия. Только чуть-чуть, она может быть чуть-чуть нарушенная. Я знаю, что он сейчас... Симметрия только чуть-чуть. Я не понимаю слова. Симметрия только чуть-чуть нарушенная. Что это означает? Да. Я это объясню так. Если белая походит сюда, я ему отвечу. Тем же, только с этой стороны. Потому что я отчитываю, сколько клеток он прошел. Да. Не то, не то. Да? Да. Ваша версия. Ну, это... Тут химметрия нарушится немножко, но если... Ребят, нарушится немножко, это значит, что ее уже нет. Да. Человек немножко больной, значит больной. Ребят, либо есть, либо нет. У меня же тут нету, но мы ее можем так сказать... Да, ваше версия. Да. Смеметрично, это симметрия, симметрия, симметрия. Симметрично? В каком смысле? Ну, то есть, белая. Понятно. Посмотрите, вы не очень понимаете смысл этого слова симметрия. Вы, к сожалению, думаете, что симметрия, это обязательно или осевая симметрия, или цитральная. Вы не думаете, что возможны и другие варианты к симметрии? Нет, цитральная симметрия, в самом деле, в самом деле... Скажите, пожалуйста, что такое, на самом деле, движение ладьи по шахматной доске? Вообще-то, это изменение номера вертикали, в которой она спала, при сохранении горизонтали. Или, наоборот, изменение номера горизонтали при сохранении номера вертикали. Когда вы имеете дело с ладьей, на самом деле, положение на доске задается двумя величинами. Номер вертикали и чем еще? Номер горизонтали. Ну, в шахматах обычно номер горизонтали, это буквы АВ, помните, да? Мне, наоборот, номер вертикали АВ. Так вот, господа, о чем у нас с вами предыдущая задача? Когда на шахматной доске есть две ладьи в противоположных углах, правильно? Мы такую задачу решать умеем? Как мы ее умеем решать? При помощи центральной симметрии. Отлично. А давайте-ка вспомним шахматную нотацию. Здесь была белая ладья, здесь черная. И были номера горизонтальные. Кто сказал, что нумеровать надо обязательно буквами А, Б, С, Д, Е, Э, Дж, Аш? Почему вы думаете, что обязательно нумеровать от 1 до 8 именно в таком порядке? Кто занимает нотацию для левой доски? Да, пожалуйста. Какая нотация? Надо просто перестать и перестать в АСМА, 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 в АСМА. А сейчас это нужно сказать, что это... Молодец, молодец, все правильно. Ребята, здесь белая ладья стояла на поле А1. Вот я здесь это держу. А... Черная ладья стояла где? На А8. Здесь я держу. А здесь я держу. А все остальное в совершенно произвольном порядке. То есть, пожалуйста, скажем, Б, С, Д, Е, Ф, Ж. Здесь, например, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И смотрите, что будет. Когда здесь ладья делает ход, например, с поля А1 на поле А5, то она здесь делает ход с поля А1 на поле А5. После этого черная симметрично ответит на поле А4. Правильно? Замечательно. Здесь у нас есть А4. Симметрия на этой доске относительно вот этой точки, относительно церкви. А здесь она тоже. Но она будет хуже видна нашему глазу. Потому что симметрия на самом деле будет вот здесь. А здесь она будет, но скрыта перед эмбирацией. Идею вы поняли? Да. То есть при помощи разумной эмбирации... Да я понимаю, что вы именно это хотели сказать, Даталья. При помощи разумной эмбирации задача сводится к... Спасибо.